Ажурный узор квадратики с соломоновыми петлями. Вот схемы этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Раппорт узора 7 петель. Для того, чтобы показать вам на 2 раппортах, я набрала цепочку из 14 воздушных петель. Теперь делаю воздушную петлю и вяжу столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. На начальной цепочке также пропускаем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. На 6 и 7 вяжем 2 столбика без накида. Еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. И на последней вяжу столбик без накида. Это вот первый ряд. Второй ряд. Воздушная петля. Поворачиваю и вяжу столбик без накида. А теперь делаем сломанную петлю. Вытягиваем петельку, где-то сантиметр, может быть, с небольшим. Провязываем, подхватываем ниточку, вытягиваем петельку, провязываем 2. Это стандартная сломанная петля. Так вот она вяжется. 2 сломановых петли связали. 2 столбика без накида на столбик без накида. 1 и 2. Это 1 раппорт. Второй раппорт точно так же. Вытягиваем петельку, вяжем сломановую петлю 1 и Соломоновую петлю 2. Здесь у нас в конце ряда 1 столбик без накида. Вот на нем вяжем так же столбик без накида. Это второй ряд. Чтобы перейти к третьему ряду, делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем опять Соломоновую петлю. В этом ряду вяжем пока одну. А теперь соединительным столбиком прикрепляем эту петлю к центру между двумя петлями предыдущего ряда. Причем нужно это сделать вот не вниз, а именно вот ввести крючок в связанный вот тут вот столбик, не столбик, но верхушку Соломоновой петли. Вяжем соединительный столбик. Еще одна Соломоновая петля. На столбик без накида вяжем 2 столбика с двумя накидами. Вот у нас получился раппорт, где Соломоновая петля образует вот такой крестик. Еще вяжем Соломоновую петлю. Вверхушечку Соломоновой петли первого ряда соединительный столбик. Еще одна Соломоновая петля. И столбик с двумя накидами на столбики без накида. Вот такой вот второй ряд. Теперь нам нужно соединить эти квадратики, как бы очертить. Воздушная петля, столбик без накида. Пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И на столбиках с двумя накидами два столбика с одним накидом. Раз, два, пять воздушных петель. Четыре, пять. И столбик без накида. Ну, вот здесь вот лучше связать последнюю петлю подъема. Еще один ряд с цепочками. Воздушная петля. Столбик без накида. Пять воздушных петель. Четыре, пять. Два столбика без накида на столбиках без накида. Пять воздушных петель. Четыре, пять. И столбик без накида в конце ряда. Дальше повторяются ряды с соломоновыми петлями. Между ними будут вот такие вот, такая рамочка. И столбик с двумя накидами, и цепочек. Давайте покажу вам большой образец. Вот такой образец у меня получился. Как видите, он очень ажурный, такой нежный. Практически одинаковый с двух сторон. Естественно, поскольку это соломоновые петли, он держится вот только на рамочках. Рамочки образуются вот цепочками и столбиками. А между серединкой этих квадратиков получается вот такая вот нежная и воздушная. Очень такой нежненький, симпатичный узорчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязательных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.